Хотел поблагодарить за возможность оказаться здесь и уложить финальный этап нашей большой работы совместной Сеченского университета клиники Пашляева и университета Массачусетса по факту риска плохой подготовки, можно сказать, биопитики. Итак, несмотря на то, что схемы подготовки уже давно всем известны, и несмотря на большое разнообразие препаратов, у нас до сих пор возникают такие ситуации, что два разных человека готовят с одной схемой, но тем не менее одного, один получается подготовить хорошо, а второй получается подготовить не очень. И в многих учебных учреждениях до сих пор существует эта проблема, и неудовлетворительная подготовка встречается в 20-40% случаев. Это данные из взрослой литературы и, соответственно, 30% примерно у детей. Что имеется в виду под фактором риска? Ну, дело в том, что для детской эндоскопии эта тема достаточно новая, первые исследования по этой тематике появились буквально полтора года назад, а вот наши взрослые коллеги уже давно задумались над этим вопросом, и вот на основании нескольких работ выявили такие факты риску у взрослых пациентов, как мужской пол, преклонный возраст, ожирение, то есть повышенный минус массы тела и болезнь Паркинсона. И если, соответственно, первые, последние два факта, такие факторы, как преклонный возраст и болезнь Паркинсона к детям они применимы, то вот остальные, соответственно, факторы, как мужской пол и ожирение, возможно, тоже имеют какое-то влияние в детстве. Соответственно, по детям было всего выполнено две работы, как я уже сказал, полтора года назад, и, соответственно, они выявили следующий фактор риска. Это тип страховки, и язык, ну, поскольку исследование было не в Штатах, соответственно, английский как не основной язык. Ну, мы задались, соответственно, вопросом, а что с другими потенциальными факторами риска, например, таких как индекс массы тела, возраст, холос, оплата, неполная дозировка, релизовая лень диеты. И попытались выяснить, ответить на этот вопрос, я иду, как видите, фактор риска на плохую подготовку, ну, вне зависимости от способа. Ну, к сожалению, я этот слайд показывал уже не первый раз, но, соответственно, ничего не поменялось. То, что было три года назад, нам доступны всего два способа изготовки, которые официально одобрены Минздраву. И, соответственно, мы взяли три группы детей, критерии исключения и включения, так же представил на слайде, и, соответственно, лечащие врачи, соответствующие клиникам, завещали пациентам условия социально-родной схемы изготовки. Первая схема, соответственно, это очистительные призмы, вторая — это препаратный сухар, натрия, страта магния, и третья схема — это комбинированная схема, которая включала в то или и другое. Так же мы назначали диету, соответственно, диету с низким содержанием клетчатки за два-три дня до начала процедуры. Здесь я привел, соответственно, продукты, которые мы разрешали употреблять и которые просили исключить. Если пациент, соответственно, употреблял из-за бизнеса, он употреблял продукты, которые необходимо было исключить, он защитился как месяц, так и в шикерах. Схема подготовки к иксульфатам, натрия, стратам, атоматам также я представил на слайде. Для детей разного возраста здесь важно отметить, что препарат обладает резервирующим эффектом, поэтому очень важно употреблять достаточное количество живости. И, соответственно, в другую группу вошли дети, которые готовились очистительными призмами. Объем разного призма я также представил на слайде. И промывание кишечника проводили до чистых лодок. Оценка чистоты кишечника, соответственно, переносимости методов оценивали по бостовской шкале, а переносимость оценивалась по наличию нежелательных явлений. И на основе собственного опросника по пятибалльной шкале с оснащениями крайне тяжело было бы превосходно. Характеристики пациентов я здесь представил на слайде. В принципе, запор в анамнезе, как можно видеть, с нижней строчкой встречался по процентам соотношения в одинаковом количестве случаев. Триные более частые причины для полноскопии были боль в золоте, хроническая диарея и кровь в стуле. Индекс массы тела также был примерно равен во всех группах, как и в среднем возрасте. Результаты подготовки здесь представлены на слайде. Полностью группы ненайковых скатерей в процентном соотношении были примерно одинаково распределены по всем другим группам. Единственное, чуть меньше было выписано чистить километризмами. Соответственно, подготовка удовлетворительная по количеству баллов в каждом сегменте пришедших групп было 90% выписано чистить километризмами, 94% в группе с пиксульфатом натрия и 89% при комбинированном способе. Среднее значение по бостонской шкале также было примерно одинаково во всех трех группах. И неполная дизировка также в процентном соотношении распределилась в одинаковом количестве процентов соотношения тоже по всем группам. Итак, какие факторы риска благоприготовки мы выявили при помощи статистического анализа. Дело в том, что такие факторы риска как способ очистки, возраст, индекс массы тела, пол и запор перед диагнозом перед полной скопией, они не влияли статистически на результат подготовки вне зависимости от способа подготовки. Также мы наблюдали увеличение числа хорошо подготовленных пациентов при соблюдении диеты, снижение показателей инкубации воздушной кишки при запорах. Несмотря на то, что запорка фактор риска не влияет на подготовку, тем менее он влияет на глубину инкубации. И снижение частоты незначительных желательных явлений также при соблюдении диеты. И удовлетворительный результат чаще естественно удался при полной дозировке, когда он полностью удал дозировку. Нежелательные явления в примерном процентном соотношении были порваны, распределены в группе с исчезительными призмами и группе с фиксио-сульфатом натрия. И были чуть выше в группе с комбинированным способом подготовки. Но здесь, наверное, это можно объяснить тем, что способы комбинированные и, соответственно, побочные нежелательные явления тоже не комбинируются. Пациентам меньше всего понравился способ подготовки очистительными призмами, как видны из таблицы. 14% против где-то 8% в группе с комбинированным способом обеспечивших с фиксио-сульфатом натрия и цитатом вагния. Из 292 грошных пациентов 57% соблюдают диету, то есть употребляют хотя бы один продукт, который нужно было изучить. В группе, где диета не соблюдалась плохой результат на минуте наблюдался аж практически 30% случаев против 8% в группе, где диета соблюдалась. И, соответственно, мы сравнили нашу работу с двумя работами из Соединенных Штатов с зарубежными коллегами. Итак, у детей, соответственно, не оказывает влияние на результат возраст, у взрослых он, наоборот, является фактором риска. У детей, как у нас, так и у зарубежных коллег, также полный оказывал влияние на результат. У взрослых он, наоборот, оказывается фактором риска. И также у детей, соответственно, не оказывает влияние на результат у них масса тела, а у взрослых он, наоборот, является фактором риска. Соответственно, по тому, что является, по количеству пациентов в, ну, в зарубежных работах было, соответственно, 321-908 пациентов, у нас тут было 438 пациентов. И количество подготовленных, плохо подготовленных пациентов у коллег, соответственно, в первом исследовании было всего лишь 12,8, но здесь стоит отметить на особенности проведения исследования. У нас, я напомню, это было 6 и более по бостонской шкале. И, соответственно, у коллег во втором исследовании это было 26,7, но здесь мы, к сожалению, напрямую не смогли сравнить, поскольку они использовали шкалу воронщика, а не бостонскую, поэтому, наверное, не совсем корректно было бы это сравнивать. И, соответственно, по выявленным факторам риска коллега из первого исследования не выявили вообще никаких факторов риска, а коллега из второго исследования не выявили, соответственно, что факторы риска – это тип медицинской страховки, язык, и, соответственно, то, что при многопоставлении заболевания мишечный, подготовка у них проходила глупréше. У нас, я напомню, это снижение частоты интубации воздушности пашки при запорах – это влияние диеты на снижение частот нежелательных проявлений, и улучшение качества подготовки, и влияния, соответственно, полноты дозировки на улучшение качества подготовки. Итак, результат нашего исследования показывает, что детей без запросов, где нет диеты, дезировок гигантозных средств позволяет легче переносить в подготовку качественную очистку кишечника и проводить полноценную полноскопию. Эти критерии независимы от методов подготовки толстой кишки. Мы считаем, что более важным для очистки кишечника и качества выполнения полноскопию детей. Важно постоянно напоминать и объяснять пациентам о необходимости для диеты и полноты дезировки при любом способе подготовки полноскопию детей. И, конечно, необходимы в дальнейшем муниципровой организационной перспективной исследовании и подтверждение полученных нами данных. Мы должны не отставать от наших взрослых ходов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Александрович. Ну, вы видите, глубоко уважаемые коллеги, мы подготовились к Михаилу Павловичу программу таким образом, чтобы на самом деле, если педиатры там что-то уже знают, какие-то нюансы подготовки, проведения исследований, то, когда взрослые эндоскописты иногда встречаются, ну, даже не иногда, если чаще и чаще, с детской эндоскопией, попадают вот в такую ситуацию, когда у детей есть свои нюансы применения различных и препаратов, и дозировок, и схем лечения, и подготовки, в том числе к кишке, кишки полноскопии. Поэтому вот именно на таком плане нашего необходимости, глазами взрослого эндоскописно посмотреть на проблему детей, мы готовили эту программу. А, Александр Александрович, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, все должны запомнить. Единственный препарат, который разрешил на детей, это Пегапрех. Все это должны знать. К сожалению, пока да. К сожалению, пока да. К сожалению, пока да, потому что наши любимые форт-трансы, они до 18 лет запрещены. К сожалению. Спасибо. Еще раз давайте поблагодарим за прекрасное сообщение. А сейчас из просвета толстой кишки мы переходим.